Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракятух. Добрый день, милые женщины. Этот выпуск именно для вас, так как именно вы просили меня в комментариях сделать обзор моего гардероба, моих многочисленных платков, а также способов завязывания, как я одеваю платок. Я сегодня непременно всё это сделаю, но постараюсь максимально показать и рассказать. Но прежде скажу, что ношение платка для мусульманки — это обязанность перед Всевышним. И девочка впервые одевает платок по достижению зрелости возраста. Она одевает не только платок, но и покрывает полностью своё тело, за исключением лица, кистей, рук и ног ниже щиколоток. И делает это с удовольствием. Каждая мусульманка выбирает свой стиль в одежде. Согласно её образу жизни. Студентка она или работает, домохозяйка или многодетная мать. Но самый главный принцип, как я уже говорила, закрывается всё тело, кроме лица, кистей, рук и ног ниже щиколоток. Это главный принцип. Выходя на улицу или когда в дом приходят гости. Ну, в общем-то, я вам сейчас готова представить свои платки. Они здесь сложены и на столе в кучу. Их много. Начиная от трикотажа, заканчивая шифоном, шёлком. На каждый день, на случай какой-нибудь особой, на свадьбу или ещё что-то, какой-то парадный, выходной, так скажем. Постаралась вот немножечко так развесить, чтобы вы их могли видеть. Вот такие нарядные шарфики на особые случаи. И говоря о платках, я не могу обойти тему лайфхаков для платков. И лайфхак номер один – это шапочки-султанки, которые одеваются под наш платок. Они могут быть различных цветов, из различных тканей. Вот эти шапочки, они идут на каждый день, они из трикотажа. В чём лайфхак? То, что они не скользят на голове. Платок, который одевается сверху, не скользит, они удобны. Волосы предательски не вылазят, как из-под платка, из-под шапочки. Это обеспечено. Есть же также такой вот праздничный выходной вариант со стразиками, украшения такие красивые. Это вот на особые случаи. Я считаю, что это очень даже практично и удобно. Следующий лайфхак – это та же шапочка, в принципе, но дополненная. Если в этой шапочке задняя часть открыта для волос, то следующая, более дополненная, этот вариант на мне, я вам его сейчас покажу. Называется он подхиджабник. Вот эта шапочка, она называется подхиджабник. Без платка выглядит это так. Я могу это показать, потому что у меня всё закрыто. Его можно использовать, кстати, отдельно вместе со спортивным костюмом. Абсолютно удобно, платок не болтается, не мешает. А отдел всё закрыто. И заниматься спортом, поверьте мне, очень удобно мусульманке. Так что вот такой вот прям презентую подхиджабник. Его очень удобно одевать зимой, в прохладное время года. Летом мне жарковато, поэтому летом я ношу обычно вот такие шапочки. Ну чем не лайфхак? Следующий лайфхак для мусульманок – это мгновенный хиджаб, который придумали мусульманские дизайнеры. Очень удобно. Они тоже бывают разные от повседневных до нарядных. Нарядные выглядят вот так. Но как это одеть, я вам покажу чуть попозже. Вот такая красота одевается одним движением руки. Ну а самым главным лайфхаком для платков, по моему мнению, у вас, может быть, оно совершенно другое, это различные аксессуары для платков, то есть способы, которыми мы закрепляем свои платки. Вот это вот, вот эти вот многочисленные иголочки, которыми мы изначально раньше пользовались, мусульманки, они ушли в небытие. Более модернизированные способы у нас есть, и это все различные магнитики для платков. Видите, их вот сколько много. Можно закрепить, вот, две части, они скрепляются. Можно закрепить платок магнитиком. Можно вот такими моими любимыми иголочками. Они даже не иголочки, это такие заколочки в виде невидимки. В чем их достоинство магнитов и вот этих невидимок, они не прокалывают, как иголка, и не портят платок. Одеваются очень просто. Вот она, и как невидимка. Даже в зеркало можно не смотреться. Все, надел, и платок никуда не денется. Также различные, могу показать, вот такие кольца для платков. Это уже и для украшения, а также и практично концы платка не болтаются. Одевается вот так она в виде броши. И вот таким вот способом можно на себя натянуть. Ну, чем же эти аксессуары не лайфхаки для мусульманки? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 На этом все, милые женщины. Я надеюсь, что я ваш запрос по обзору моих платков и аксессуаров к платкам удовлетворила. Я жду от вас комментариев, потому что очень много было вопросов по моему платку. И подписывайтесь на канал. Я буду стараться еще больше делать какие-то обзоры из того, что вы меня просили. Впереди у нас еще и гардероб и многое другое. Так что жду ваши комментарии с нетерпением и жду выхода этого выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракятух. Мира, милости Всевышнего вам и вашим семьям.